бег это естественная способность каждого человека наверно поэтому существует миф что скорость это врожденное качество однако чтобы бегать по-настоящему быстро врожденных качеств недостаточно нужно освоить противоестественные и противоречащие логике обычного человека действия например обычные люди изо всех сил буквально выдавливают из себя скорость горизонтальными проталкиваниями но быстрейшие спринтеры планеты все делают наоборот бегут как будто бы вовсе без усилий а всю силу ног направляют вертикально вниз я стараюсь чтобы мои ноги соприкасались дорожкой как можно меньше времени сверху быстро вниз от дорожки быстро вверх так более 80 лет назад джесси ованс объяснял свою феноменальную скорость это утверждение нашло научное подтверждение в наше время в южном методистском университете под руководством профессора питера вейнда всемирно известного эксперта в области физических возможностей человека проводятся исследования скорости бега в результате многотысячных тестов была выявлена ее главная составляющая она заключается в том что быстрейшие люди проявляют большую вертикальную силу за очень короткое время при этом чистая сила горизонтального проталкивания равна нулю чтобы в этом убедиться рассмотрим результаты исследований где движения спортсменов синхронизированы с графиком действия сил реакции опоры независимо от класса и техники бегуна в момент контакта с дорожкой происходит неизбежное кратковременное торможение постановка стопы с пятки его усиливает и продлевает на графике это выражается движением кривой ниже нулевой отметки в данном случае пиковое значение силы торможения около 90 фунтов а положительной горизонтальной силы примерно 70 фунтов этого недостаточно чтобы компенсировать силу торможения что приводит к неизбежному падению скорости уже на разгоне это одна из причин по которой у обычных людей спад скорости начинается через 10-20 метров после старта вертикальная сила составляет 300 фунтов что примерно всего в два с половиной раза превышает массу нашей бегуньи дэвид оливер чемпион мира в барьерном беге при весе 90 килограмм и росте 190 сантиметров на скорости 37 километров в час он прикладывает 800 фунтов вертикальной силы это в четыре раза больше его собственной массы сила торможения около 100 фунтов уравновешивается положительной горизонтальной силой той же величины на графике можно видеть разные величины вертикальных и горизонтальных сил для каждой ноги это связано с асимметрией спортсмена так как в природе не существует совершенно симметричных бегунов майк роджерс более десяти лет входит в элиту мирового спринта личный рекорд на 100 метров 985 он значительно легче оливера при росте 175 сантиметров и весе около 80 килограмм проявляет свыше тысячи фунтов вертикальной силы что более чем в пять раз превышает его собственную массу такую силу способны развивать только спринтеры экстра класса майк не сразу успевает подстроиться под скорость движущейся дорожки и на первых шагах проседает в колени это незамедлительно приводит к преобладанию стопорящей силы но уже к четвертому шагу он находит свой бег и стопорящая сила уравновешивается положительной горизонтальной джереми воринар олимпийский чемпион афин в беге на 400 метров в этом тесте он бежит в несвойственный для себя манере виден явный наклон вперед и акцент на горизонтальное проталкивание о чем свидетельствует распрямленная опорная нога вот что думает о наклоне вперед один из величайших бегунов в истории на 200 и 400 метров как спринтер я скажу что чем большую вертикальную силу вы проявляете тем быстрее вы бежите вертикальная сила создает скорость карл юис бежал с красивым наклоном вперед это конечно здорово но этим он смещал часть массы тела с центра тяжести а это то что позволяет прикладывать больше силы именно поэтому я держал корпус прямо люди преувеличивают когда говорят что я отклонялся назад на самом деле я просто держался прямо что позволяло мне сосредоточить больше массы над центром тяжести соответственно я мог делать более мощные шаги прикладывая больше вертикальной силы совершенно закономерно джереми прикладывают почти в два раза меньше силы чем роджерс и скорость соответственно значительно ниже сила торможения компенсируется противоположной горизонтальной силой а так джереми бежал на пике своей карьеры держался прямо до самого финиша сохраняя хороший вертикальный импульс о чем свидетельствует сведенные колени на постановке у самого финиша чтобы поставить точку в изучении вопроса я написал питер в энду спросив о значении горизонтальной силы на максимальной скорости он любезно и незамедлительно ответил прошу принять во внимание что чистая горизонтальная сила в беге на постоянной максимальной скорости равна нулю так как отрицательные и положительные значения силы реакции опоры относительно малы и уравновешивают друг друга это важно знать каждому легко атлету чтобы не допускать ошибок которые стоят тех долей секунды ради которых они упорно тренируются на протяжении всей карьеры проталкивание и наклон вперед отдаляют бегунов отличных рекордов и больших побед наклон вперед и горизонтальное проталкивание можно и нужно делать только во время стартового разгона на первых пяти шагах так как виду низкой скорости силы торможения еще очень малы но с каждым последующим шагом скорость нарастает сила торможения увеличивается а сила проталкивания уменьшается и к пятому восьмому шагу эти силы уравновешивают друг друга поэтому попытки проталкиваться после восьмого шага бессмысленны однако в легкоатлетической среде по сей день распространено понятие бег с хорошим проталкиванием давайте более детально рассмотрим к чему такой бег обычно приводит спринтера очевидно что во время бега невозможно избежать фазы торможения но зато ее можно укоротить так как она длится только до тех пор пока маховая нога находится сзади опорная нога в максимально давит на невидимую педаль тормоза когда спортсмен пытается протолкнуться он всегда получает прямо противоположный результат поскольку проталкивание вынуждает толчковую ногу дольше оставаться сзади поэтому в следующем шаге фаза торможения неизбежно увеличивается чтобы это продемонстрировать наглядно мне понадобился мини батут на котором я постарался акцентированно протолкнуться назад в итоге маховая нога как и положено зависла сзади а меня закономерно прибило к земле то же самое происходит и в беге когда спортсмен пытается проталкиваться только менее выражена обычно в упорной борьбе или когда спринтер чувствует что его догоняют включается бытовая логика нужно посильнее проталкиваться это приводит затянутому давлению на дорожку в среднем время контакта у хороших спринтеров быстрее 1 десятой секунды но пытаясь протолкнуться спортсмен не только увеличивает время контакта но и находится в напряжении дольше этого времени причем в этот момент закрепощается и верх и низ а это напрямую бьет не только по скорости но и по скоростной выносливости тело спортсмена можно сравнить с не очень емким аккумулятором а мышцы с лампочками если включить одну мышцу то она выдает максимальное усилие самый яркий свет при одновременно подключение еще одной мышцы нужная мышца уже не может производить максимальную силу чтобы добиться максимального усилия нужно отключить все лишние мышцы иногда это помогает сделать простая улыбка она раскрепощает шею которая пожирает слишком много энергии таким образом даже если спортсмен полон сил но передавливает каждый шаг дольше одной десятой секунды неизбежно следующий шаг будет менее мощным а дальше проблемы только накапливаются время опоры увеличивается вертикальная сила снижается скорость падает такие ошибки допускают даже самые лучшие усейн болт служит тому подтверждением после финала на 100 метров чемпионата мира в берлине и на олимпиаде в лондоне он получил большой выговор от тренера по мнению которого он значительно проиграл самому себе на последних метрах дистанции из-за передавливания шагов об этом болт написал в своей автобиографии однако история умалчивает что ему сказал тренер после финала на чемпионате мира 2017 года в лондоне где болт отчаянно толкая дорожку назад стал третьим время контакта с дорожкой у лучших спринтеров мира составляет 0,08 секунды за это очень короткое время спринтер успевает приложить силу в пять раз превышающую собственную массу акцент идет только на мощный вертикальный импульс это позволяет выносить маховую ногу вперед намного быстрее сокращая фазу торможения на что указывает положение колена маховой ноги в момент постановки во втором примере я постарался поставить ногу на батут прямо не пытаясь проталкиваться как видно в отличие от предыдущего проталкивания меня понесло вперед и маховая нога быстро догнала опорную создавая благоприятные условия для следующего шага важно отметить что в отличие от стартового разгона чтобы не передавливать шаг акцентированное короткое усилие делается в первой фазе постановки стопы на дорожку задача спортсмена в этот момент удержать общий центр массы как можно выше чтобы сохранить максимальный импульс для выталкивания которое происходит бессознательно за счет сухожильного рефлекса очень короткое но мощное вертикальное усилие приводит к ощущению легкого и расслабленного бега кажется что ноги не успевают касаться дорожки так в разные годы одинаково описывали свои ощущения рекордсмены мира в беге на 100 метров человеческий глаз не улавливает такое короткое напряжение поэтому зрителям кажется что спортсмен бежит совсем без усилий